В эфире программа «Градские встречи» и ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии Геннадий Филин, основатель и руководитель всем известной группы «Филинс». И встретились мы с Геннадием в преддверии концерта 15 декабря, который состоится в честь закрытия Года экологии. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Какое отношение имеет группа «Филинс» к Году экологии? Я точно знаю, что самое прямое. Давайте с вами об этом поговорим. Ну, наверное, не Году экологии. Говорить о том, что Год экологии закрылся, это, наверное, как минимум неправильно. Чем больше мы созвучны с природой, тем, наверное, наша жизнь все-таки гармоничнее. Мы связаны тем, что, во-первых, музыка сама по себе невероятно экологична. А во-вторых, мы уже 10 лет дружим с Овским государственным биосферным заповедником. И более того, центральной темой нашей дружбы являются журавли. Такие замечательные сказочные птицы. И вот мы уже на протяжении 10 лет ездим в заповедник каждый год. В то время, это осенью, как правило, бывает, когда весь мир отмечает Международный день журавля. Есть такой праздник, учрежденный ЮНЕСКО и ООН. Для того, чтобы... Ну, посвящен сохранению, как бы, этих птиц. Да, все мы знаем, что многие из видов вообще на грани исчезновения. И ООКСКИЙ биосферный заповедник – один из заповедников, где можно видеть даже редкие виды. Правильно я понимаю? Да, там представлены все виды журавлей. Вы посещаете с группой и даете концерты там? Или каким образом? Или вдохновляетесь от журавлей? Как это происходит? Все вместе, наверное, происходит. Вообще, на День журавля, там всегда бывают детские экологические акции. Вот в атмосфере вот этой сказки, природы ООКСКОГО заповедника, реки Пры, журавлиного питомника. Съезжаются дети из Рязанской области, из Рязани, из Московской области, даже из дальних областей приезжают. И, повторяюсь, проходят детские экологические акции, викторины, конкурсы в этот день. И мы каждый год приезжаем, бывает даже и два раза в год, и делаем концерт. В центре этого концерта есть песня. Она называется «Журавли». Сочинил ее рязанец Анатолий Морозов. Очень красивая песня. Все это сопряжено с какими-то невероятными совершенно чудесами. Впервые мы там были 16 апреля 2008 года. И сам факт появления песни – это такая, знаете, какая-то удивительная история, стечение обстоятельств. И просто так как эта песня появилась в моем поле зрения, буквально через неделю меня пригласили в заповедник, рассказав, что там будет акция такая «От яйца до полета» будет сниматься документальный фильм о рождении журавлика. Как журавлиха снесла яйцо, потом, значит, он проклюнулся, выбрался на свободу, стал расти. Очень долго снимался фильм до того момента, как его уже в дикую природу выпустили. Журавлика звали Юган. И вот так получилось, что когда впервые звучала эта песня, это было в вактовом зале правления заповедника, пел песню Дима Ельков, такой известный рязанский музыкант, сексфонист и певец. И вот он поет песню. И в этот момент в вактовый зал правления заповедника вбегают дети. А журавлиный питомник находится прямо буквально в 50 метрах за окнами правления. Дима поет, а дети кричат. Журавлих снесло яйцо, вот то самое это яйцо. Вот такое у нас было, так сказать, рождение и крещение этой песни. И вот уже 10 лет у нас все это происходит с завидной постоянностью, регулярностью. Мы очень все полюбили друг друга. Журавли нас, мы журавли, заповедник. И вот счастливы от того, что все это происходит. Такое не случайное случайности с течением, да? Да, и это уже, как я сказал, вторая такая вот история была еще и третья. Расскажите, очень интересно, что за третья чудесная история. Третья чудесная история была такая. Это уже было на следующий год, по-моему, 9-й год или 2008-й, или 2010-й год, точно не помню. Песню пела Женя Осанова. Женя Осанова, Женя, это рязанская певица. Тогда она еще была, можно сказать, девочкой, ей было всего 14 лет. А сейчас Женя солистка Большого театра. И вот Женя поет песню. И на втором, тоже так где-то на втором, наверное, куплете припеве, все журавли в питомнике начали дружно курлыкать. Ну, это можно было бы списать на случайность, но поскольку иногда они как бы входят в резонанс, действительно начинают курлыкать. Но в данный момент это было как-то для всех сразу очевидно, что журавли поют вместе с нами песню. Буквально еще там через минуту половина зала дружно начали лить слезы. Настолько это было трогательно. И самое интересное, что когда песня подошла к завершению, и я обычно там последнюю нотку снимаю, кода. Все журавли дружно замолчали. Так что вот исполнение, как бы совместное исполнение с журавлями и группой Филлинс и вообще всеми присутствующими этой песней было совершенно очевидным. И до вечера уже там зацарилась тишина после этого в журавлином питомнике. Вот такая еще история. Более того, в Рязани несколько лет издавался туристический гид по Рязанской области. Эта история, она в этом гиде несколько лет, в туристическом гиде, публиковалась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Семьи мои дружили. Моя семья и его мой отец с ним, они работали на приборном заводе. И вот он однажды мне позвонил, это было как раз до первой поездки в заповедник, и сказал, что он сочинил песню о журавлях, а у него домик в спасклепках, он весной и осенью наблюдает, как там собираются большие стаи журавли, и вот они курлыкают, и все это очень красиво, волнующе. И вот он, вдохновленный вот этой картиной, этих журавлей, сочинил песню. Вообще он пишет стихи, сам он инженер вообще по технаре, как бы, так, по любви. А тут у него песня родилась. Ну, как бы музыкальных знаний у него никаких, но он говорит, я тебе хочу ее напеть. Напел мне эту песню, как мох, а я ее записал сразу в компьютер. Я практически даже и не понял-то ничего из того, как он напел, но, повторюсь, буквально через несколько дней мне позвонил приятель, Жора Сытник, кстати, телеоператор, и сказал, Ген, вот будет такое мероприятие в заповеднике, хотите выступить? Я говорю, да, а это вот, я уж почувствовал, что идет какое-то стечение обстоятельств странное. Вот так песня родилась, и буквально за неделю сделали аранжировку, она уже материализовалась, и дальше вот уже вся эта история начала развиваться. Сейчас мы сделали альбом целый, и вот будет презентация этого альбома. Да, об альбоме хотелось бы отдельно поговорить, будет он называться «Журавли, мелодия, заповедные мещеры», и войдут в нее песни, объединенные темой природы, экологии, насколько я понимаю, верно, в исполнении самых разных музыкантов на альбоме именно, в записи. Вот расскажите подробнее, что помимо этой крылатой легендарной песни войдет, вошло в альбом, что наши телезрители и ваши слушатели постоянно могут услышать? Ну, во-первых, сама песня в трех версиях. Так получилось, что 10 лет мы ездили в заповедник, и мы ни разу не повторились. Каждый раз исполнял ее новый исполнитель. Я скажу, кто песню эту пел. Вот я уже начал с Димы Елькова. Дима Ельков, Женя Осанова, Дмитрий Мыштаков, Никита Осин, Оксана Алешина, Оля Старостенко. Ну, в общем, целый ряд исполнителей с очень хорошими голосами. Наташа Богданова вот уже на этом концерте будет петь. Итак, эта песня в трех версиях. В версии баллады красивой Женя Осанова поет шансон в версии, поет Дима Ельков. И на английском языке даже есть у нас версия такая, наверное, такой очень красивый джаз, вальс, джаз, такой можно сол назвать. На английском поет Аврора Пушкинская. Итак, три версии самой песни. Все остальное – это инструментальная музыка. Одна композиция – это инструментальная композиция джазовая на тему вот этой же песни «Журавли» тоже. И несколько композиций. Я их подобрал, в разные годы сочинял. Это инструментальная музыка. Там есть весенние зарисовки такие, когда за окном льет дождь, когда тает снег. Их такие картинки, которые, ну, они у меня вышли как бы из души. И мое впечатление от картин природы, очень яркие, которые, как бы, вдохновляют меня, да, и вот они материализовались в виде музыки. А исполнители самые разные. Есть Игорь Бутман в одной композиции. В одной композиции Валерий Пономарев, американский трубач, русский известнейший, с которым мы много раз выступали. Сергей Чернышов, исполнитель на вибрафоне, который долгое время жил в Мексике, играл с Карлосом Сантаной. Вот такие, ну, и музыканты, конечно, группы «Филлинс». И все это можно будет услышать в живом исполнении 15 декабря в МКЦ? Ну, не совсем те композиции. В основном это будут песни. То есть, кстати, у нас уже на данный момент несколько песен на журавлях. И поскольку, как бы, тема будет журавли, повторюсь, что журавли – это уникальная птица. И практически во всех культурах мира, во всех национальностях журавли является, символом, каким символом? Символом любви, верности, счастья. И птица эта считается чудесной, приближенной к духовному миру и к Богу. Практически во всех культурах вы можете посмотреть. Не случайно. И хорошие приметы еще, да? Если журавль рядом поселился, как в Дворуссии, например. И это аисты, не путайте. Аисты, да. Перепутал. Журавли – немножечко другое. Но когда мы видим журавлиный клин, лептящий по небу, их курлыканье, у нас, конечно же, очень трепетные светлые чувства в душе появляются. Так что я повторюсь. То есть песни о журавлях, о птицах, большей частью. И, ну, будет, конечно, музыка вот такая вот инструментальная, которая посвящена природе. Кроме группы «Филинс» будут принимать участие еще «Созвездие добра» детской студии «Созвездие добра» ансамбля «Рязаночка». Вот. И солисты группы «Филинс» Наталья Богданова, Оксана Алешина, Сергей Гриматин. То есть можно будет прийти и прикоснуться к прекрасному. Несмотря на то, что 2017 год, объявленный в Российской Федерации, годом экологии подходит к концу, любовь к природе остается вечной, да, как и в языках. 15 декабря в 18.00 в Муниципальном культурном центре можно будет услышать прекрасную музыку в исполнении группы «Филинс» и приглашенных группой «Филинс» музыкантов и ознакомиться с новым альбомом «Журавли. Мелодия. Заповедные. Мещеры». Спасибо, Геннадий, что пришли к нам в студию. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!